Сегодня, а вернее уже вчера, 20 апреля 2021 года, президент России Владимир Путин утвердил два новых штрафа для российских водителей, которые вступят в силу с 1 мая. Штраф за высадку детей из общественного транспорта, а также штраф за нарушение при проезде ЖД-переездов. Все подробности смотрите в этом видео. Друзья, всем привет! С вами снова Азат, это канал Автосправочная. В этом видео я хочу рассказать о двух новых штрафах для российских водителей, которые были утверждены буквально несколько часов назад. Речь идет о федеральном законе номер 98 от 20 апреля 2021 года. Буквально вчера вечером его официально утвердил президент России Владимир Путин. Согласно данному документу, с 1 мая 2021 года для российских водителей вводятся два новых штрафа. Расскажу о каждом из них более подробно. Первый штраф касается высадки детей из общественного транспорта. Я напомню, согласно последним изменениям в законодательстве 7 марта 2021 года, детей до 16 лет, которые едут в общественном транспорте без сопровождения взрослых, запрещено высаживать за безбилетный проезд. Однако запрет на высадку детей был, а штрафа за это нарушение не было. В связи с этим депутатами был запущен законопроект, который как раз таки вчера дошел уже до утверждения и подписания. Согласно этому документу, статья 11.33 КОАП РФ дополняется новой частью под номером 2. Согласно этой новой части, за высадку из автобусов, из троллейбусов детей до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых, для водителей будет грозить штраф в размере 5000 рублей, для должностных лиц от 20 до 30 тысяч рублей. Если же в случае высадки здоровью и жизни ребенка был причинен вред, то за это можно даже получить уголовное наказание. Второй штраф касается ужесточения наказания за нарушения на ЖД-переездах. Речь идет о статье 12.10 КОАП РФ. Ранее эта статья предусматривала штраф и лишение прав за 5 видов нарушений. 1. Пересечение железной дороги вне ЖД-переезда 2. Въезд на ЖД-переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме 3. Въезд на ЖД-переезд при запрещающем сигнале светофора 4. Въезд на ЖД-переезд при запрещающем сигнале дежурного по переезду 5. Остановка либо стоянка на ЖД-переезде. Согласно последним поправкам, с 1 мая в этот перечень будет добавлен также 6 пункт. То есть по данной статье будут наказывать за пересечение нерегулируемого ЖД-переезда, если в зоне видимости приближается поезд, локомотив или дрезина. Кроме того, изменяется размер штрафов. Если ранее штраф за это нарушение составлял 1000 рублей, то с 1 мая штраф вырастет до 5000 рублей. Причем по факту размер штрафа вырастет не в 5 раз даже, а в 10 раз, потому что ранее на эту статью действовала скидка в размере 50% за своевременную уплату штрафа. С 1 мая, одновременно с увеличением штрафа в 5 раз, скидка также будет отменена. То есть штраф придется платить полностью в полном размере. Срок лишения прав при этом не изменился, он по-прежнему составляет от 3 до 6 месяцев. Вот такая вот информация, как я уже сказал. Все эти поправки были утверждены 20 апреля, официально опубликованы также 20 апреля. И вступают в законную силу спустя 10 дней после официальной публикации, то есть с 1 мая 2021 года. Что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. Все, всем удачи, всем пока. А если тебе понравился этот ролик, не забудь подписаться на мой канал, поставить лайк. Также, чтобы быть в курсе всех последних новостей, советую нажать на колокольчик, чтобы при появлении новых материалов тебе всегда приходило уведомление. А своим мнением по данному ролику ты можешь поделиться в комментариях.